сегодня мы рисуем вот такие вот абстрактные листья нам понадобится акварельная бумага желательно с хлопком малярный скотч линер или гелевая ручка который не будет растекаться от воды и нам понадобится кисточка у которой ворс будет собираться в острый кончик это колонок либо синтетика под колонок либо еще нам понадобится очень тонкая кисточка мы начинаем без карандашного наброска мы ведем линию линию лис . он у нас неровный мы помним то что в природе ровных мало вещей бывает идеальных поэтому мы рисуем так как у нас ведется если мы где-то ошиблись например провели линию неровно где-то на нас слишком зашла друг на другом и делаем более толстый здесь момент если мы даже нигде не ошиблись а провели ровно мы просто утолщаем кое-где линии не везде а только на каких-то участках делаем толщинку у нашего листика в начале и конечно же у стебелька далее мы приступаем к прожилкам вот прожилки уже нужно будет немного облегченно рисовать мы едва прикасаемся к линеру чтобы она оставляла такие вот тоненькие прерывающие линии мы ведем одну линию которая у нас основная и к ней мы подводим наши прожилки мы можем нарисовать их как с утолщением так и просто вот такие вот линии отходящие от нашей основной линии далее мы добавляем всякие точки пока решечки и всякие закорючки для динамики для интересной графической подачи рисуем еще один листик рядом опять ведем линию без карандаша без какого-либо наброска ведем так как ведется пускай он будет непонятной кривой вот такой формы пускай линик чем больше таких изломов тем интереснее но все таки помню что это листик вот такой тон у нас интересный получился мы добавляем дырочки ну что то вроде монстеры также делаем толщинку толщинку делаем вот здесь просто проводим как вторую линию где-то на каких-то изломов как будто там тень вот обязательно мы будем делать у ножки конечно же толщинку такую создавать и саму ножку потемнее сделаем и конечно же вот пимпочку вот это вот где она закручивается и где-то на каких-то изломов то есть не с одной стороны а со всех сторон делаем всякие толщинки у листика прожилку я советую рисовать от стебелька я почему-то начала от кончика но сейчас справлюсь с этим я намечаю прожилки которые будут вот таким прерывистыми линиями потому что я дам толщинку у этой серединке и прожилки наши будут также вот отходить то есть смотрите я не рисую сразу все одной линии я примерно намечаю где у нас будут прожилки виду слегка легкой линии не давлю на линер чтобы нас он не оставлял такие жирные толстые линии слегка вот так вот прерывисто намечаю то есть вместо карандаша мы используем уже сразу же чистовой линии это интересная техника для того чтобы развивать сразу же вот такой вот быстрый навык рисования у нас же все-таки скетчинг а скетчинг подразумевает собой именно быструю зарисовку быстро и такой вот чтобы мы могли быстро сориентироваться быстро что-то нарисовать быстро зафиксировать поэтому мы не пользуемся сейчас карандашом ну и вокруг листика добавляем всякие корючки дырочки кружочки там не знаю зернышки сейчас я покажу как я размещаю листики на листе я начинаю с большого листа чуть выше середины листа никогда ничего не располагаю на центре вот у меня есть такое пятно далее внизу я располагаю какое-то хоть такой же лучше не такого же объема либо чуть побольше либо чуть поменьше либо если мы нарисовали уже такого же то нам нужен какой-то по объему третий элемент ну вот мы располагаем композиционно как-то большие сначала листы сначала большие делаем а потом уже заполняем в промежутках между ними маленькими листочками например где-то здесь мы сделаем такой вот одиночный маленький листочек наверху то есть у нас есть три большие главных объекты и рядом мы что-то располагаем если нам захотелось как-то впихнуть не впихуемая музыка их можем запихнуть принципе какой-то такой объем но вот видите я начинаю рисовать тоже большой листик а ему не хватает места потому что он уже упирается в край это конечно не очень хорошо но в скетчинге все возможно вот смотрите мы примерно так вот наметили наши наши массы листочков ну а теперь мы делаем прожилку как прожилки рисовать я уже рассказывала мы слегка надавливаем примерно намечаем наши линии видим от центра к самым краешком листам где-то побольше где-то поменьше где-то там одна-две на самых маленьких можно вообще одну сделать где-то можно вообще не делать на самых крошечных но серединку мы всегда намечаем серединка серединка должна быть у листочка ну и соответственно чем больше лист тем больше объем тем больше нам нужно его заполнить поэтому мы как можно больше всяких прожилок на нем рисуем если листик маленький можно как раз обойтись там одно и две штучки вот принципе мы закончили но теперь создаем толщинки у наших листов делаем графические элементы для того чтобы сделать неоднородными наши листики а поинтереснее сделать больше контраста чтобы их выделить чтобы сделать их вот такими фактурными проходимся по всем нашим листочкам как только мы закончили рисовать толщинки мы проходимся по свободными между листочками пространствами рисуем всякие закорючки точечки создаем такой заполненность поля также не забываем про сами листочки на них тоже можно зайти наша графическая работа подошла к концу можно даже оставить так но мы переходим к акварель более подробно на курсе я рассказываю постоянно про смешивание цветов чтобы не получалось грязь поэтому заранее выберите цвета которыми будете закрашивать и смешайте их посмотрите как они взаимодействуют между собой не образуется ли грязь теперь мы берем нашу кисточку активные смачиваем водичкой и водой рисуем сам листик закрашиваем водой весь наш листик стараемся не вылезать за края можем его прям полностью не прокрашивать водичкой да но стараемся именно не вылезать за края листочка сильно чуть-чуть если вылеза ничего страшно далее берем желтую краску и рисуем по нашей вот эту прожилки примерно как-то так пускай вода растекается пускай краска растекается все нормально далее мы берем зелененький вот такой ярко зеленый и начинаем заполнять наш листочек также тыкаем где-то между прожилками пускай наша краска взаимодействует пускай она перетекает одна вдруг стараемся брать не сильный пигмент то есть не полностью эту краской тыкаем да а все-таки разбавляем немного водицы водичкой немного до чтобы было вот такой полупрозрачный эффект но краска перетекала одна в другую все-таки мы рисуем такой легкий скетч легкий такой листочек у нас есть где-то мы чуть потемнее уже можем добавить где-то взять именно чистый пигмент на краешке уже нанести да там потемнее у нас может быть вот примерно так получается вот принципе наш листочек готов мы можем обойтись пока двумя цветами далее я заполняю другой листочек и беру для этого не красный а даже розовый такой вот вот прям приятный розовый цвет цвет я выбрала а теперь я просто кисточкой заполняю естественно весь листочек вот наша задача также пройтись по листочкам водичкой и после того как мы все пройдемся по всем листочкам пройдемся водичка стебель можно не закрашивать потому что он очень тонкий мы берем нашу краску розовый и так ищем движениями наносим на наши листочки сначала просто розовенькие а далее мы уже берем желтый и добавляем чтобы он плавно перетекал в наши розовенькие чтобы они там смешивались можно добавить чуть больше розового именно уже больше пигмента и пускай краска смешивается перетекает главное чтобы она прям сильно не вылезала за край чтобы на дом не растекалась у нас то же самое нас будет с большим листочком мы его сначала проходимся водичкой весь закрашиваем далее мы берем желтый цвет и на серединку наносим где прожилки с контакта растекается теперь мы берем какой-то красный накладываем оранжевый можно нанести тут же розовый будет так вот интересно перетекать один в другой и просто тыкающим движением наносим нашу краску чтобы она перетекала одна в другую на самый кончик листья у нас потемнее идет поэтому там можно чуть побольше краску наложить и так делаем со всеми нашими листочками и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее берем краску и уже краской наносим тыкающими движениями в нашу водичку. Разный зеленый, например, в серединку желтый. Можем взять чуть более такой синеватый, бирюзовый, зеленый. Получаются интересные переходы. Когда краска смешивается, перетекает одна в другую. Розовый можно добавить, чтобы получился такой интересный эффект. Где-то можно даже синенького добавить, бирюзового. Пускай все так перетекает и создает интересный эффект. Также можно ту же самую краску добавить у нас вот просто каким-то тыкающим движениями, размазывающими вокруг, чтобы такую листву подчеркнуть. Да, у нас какой-то такой листопад получается. Все те же цвета, которые мы сейчас закрашивали, чтобы так и едино смотрелось. После того, как наша работа высохла полностью, мы берем тонкую кисточку с тонким кончиком и делаем той же самой краской, только чуть побольше пигмента и очень мало водички, чтобы у нас не оставались такие пятна, пятна воды. Мы рисуем всякие прожилки, где-то какие-то точечки, где-то какие-то тенюшечки, добавляем тенюшки в прожилки, делаем более выразительные наши листочки, но стараемся не переборщить. Добавляем совсем чуть-чуть, чтобы просто сделать скетч поинтереснее. Что делать, если у вас вот так вот растекся лист? Я просто беру белую ручку и отделяю лист от пятна. Провожу более жирную линию, чтобы отделить пятно от нашего листика. И, например, можно чуть пожирнее его обвести. Какие листочки получатся, все зависит от вас, какой цвет вы выберете.